Ремонт и модернизацию теплотрасс обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Перекладки на некоторых объектах будут сопряжены с переходом через проезжую часть дорог в местного значения. В частности, на улицах Гагарина и Антонова Овсеенко. По улице Гагарина трудоемкие работы, связанные с переходом, планируется начать на следующей неделе. Они будут проходить поэтапно. Сначала в одном направлении движения, затем в другом, чтобы одновременно полностью не перекрывать дорогу. Специалисты сообщают, что потребуется по 10-15 дней на каждое направление. Куда больше сложностей на участке по улице Антонова Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Поэтому, чтобы справиться с работами более оперативно, при этом минимизировать неудобства и период временного ограничения движения транспорта, сейчас рассматриваются варианты организации работ. Предполагается, что проходка под трамвайной линией с перекрытием трамвайного движения будет выполняться отдельным этапом. О сроках станет известно после того, как специалисты ресурсоснабжающей организации и ее подрядчик досконально проработают все нюансы и будет принято соответствующее техническое решение. Обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону объектов образования. При подготовке объектов образования, школ в частности, необходимо попасть персоналу в здание и проводить самопределенные работы по опрессовке, промывке внутренней системы инженерных коммуникаций. Однако эти работы в какой-то степени были передвинуты сроки в связи с тем, что там проводится как раз-таки единый государственный экзамен. Поэтому эти учреждения, где проходит экзамен, сейчас пока не трогают. После завершения проведения экзаменов, как раз-таки к ним тоже приступят к подготовке данных объектов. В настоящее время в городе текущие работы на теплосетях организованы в соответствии с графиками. В частности, одна из теплотрасс проходит в границах улицы Челюскинцев, проспекта Ленина. Далее, возле домов 29, 31, 33 по улице Новосадовой. Здесь выполняются земляные работы. На объект доставили лотки, их будут покрывать праймером, битумной мастикой укладывать в траншею. Жители ближайших домов горячей водой обеспечили. Подрядчик смонтировал времянку, по которой и поступает ресурс. Позаботились также о безопасности. Участок огорожен, а на подходе к одному из домов установили трап. На заседании профильного штаба также обсудили вопрос о внесении информации, касающейся готовности многоквартирных домов и других объектов к зиме, в электронные базы. Это сервисы ГИС ЖКХ и Электронная ЖКХ. С помощью такой системы можно проверить документы, не запрашивая их на бумажном носителе, и понять, как идет подготовка каждого объекта и потребителя. Подготовительная работа поручена ускорить в Кировском, Куйбышевском и Самарском районах. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Григорий Плешаков. События.